Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книги «Великие музеи мира». Меджнуна и Лейла падают в обморок. Время правления династии великих моголов. 1740-1750 годы. Бумага. 48 на 32. Влюбленные Лейла и Меджнун являются одними из героев прославленной поэны Хамса, персидского поэта Низами. Их чувства стали темой произведений многих миниатюристов Ирана и Индии на протяжении нескольких столетий, в частности времени поздних моголов. На данном листе представлен один из кульминационных моментов повествования, когда Меджнун, чтобы прекратить свои страдания от любви к Лейле, отправился в лес, рассчитывая, что его съедят дикие звери. Там он вел жизнь Аскета, однако хищники не тронули несчастного влюбленного. Между тем, Лейла, узнав о судьбе Меджнуна, пошла в лес в сопровождении своих служанок и мавлана, мудреца, она така карана и хадисы. Найдя молодого человека и увидев их в каком он печальном состоянии, девушка упала в обморок. Впрочем, и Меджнун, встретив любимую, решил, что это видение, и тоже лишился чувств. На миниатюре показано, как служанки суетятся возле лежащей госпожи, а мавлан поливает героя водой, пытаясь привести его в сознание. За разворачивающейся сценой внимательно наблюдают различные представители фауны от реальных птиц и тигров и крокодила, до стоящего на берегу водоема фантастического дракона. Вот такое описание по книге Великие Музеи Мира, к работе Меджун и Лейла падает в обморок. Время правления династии Великих Моголов около 1750 года бумаги. Пока-пока, до свидания.